Сейчас пожарные машины уже разъезжаются с места происшествия. Вот мы видим, как его покидает автолестница. Но сюда прибыла скорая помощь, штабные машины МЧС. И работает еще вот этот пожарный автомобиль. Мы слышим, как работает насос. Кроме того, видно, что в пожарные шланги поступает вода. Огнеборцы скрываются вот за этой дверью. И сюда же ушли сотрудники полиции. Очевидцы сообщили, что над зданием Дворца культуры Родина поднимаются клубы дыма. Когда мы прибыли на место, следов пожара уже не было заметно. Только вот рядом с запасным выходом лежала вот эта вот мебель, обгоревшие стулья. Ну и сейчас ощущается легкий запах гари. С крыши, где вытяжка, выходит оттуда дымчок. И все, и видела, что приехали машины пожарные. Внутри здания слышно, как работает еще пожарная сигнализация. И пахнет дымом. Но, тем не менее, уже все спокойно. И видно, что жизнь пришла в обычный ритм. Больше было задумления. Как такого горения не было. Тлели вещи. На площади 2,5 на 3. Помещение маленькое, потому что там в основном были старые вещи. То есть их просто... Костюмы. Костюмы старые, старые строители мусора. Их просто мы должны были переворошить, посмотреть, чтобы не было развития. Все убедиться. Так скажем, просто хорошо пролили их. Возгорание было вот в этом подсобном помещении. Костюмерное. Помещение небольшое. Костюмы находились в других помещениях. У нас, вы знаете, что сейчас все разделено и закрыто дверями металлическими против пожарных. Мы считаем, что ущерб незначительный. Ни сцена не пострадала. Ни одежда сцены. Ни зал. Сегодня Дворец культуры работает в обычном режиме. Специалисты устанавливают причину произошедшего.